Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе Я сожрал пирожное У меня сегодня произошел мега-криш Я люблю, когда вот с Соней гуляю, когда возле людей прохожу, ну, нести какую-то полную хуйню Если я иду возле, ну, прям, маленьких школьников, я говорю Ебать, я столько алмазов сегодня в Майнкрафте выкопал И в школьнике вот так сразу, типа, ебать, шо алмазы нахуй выкопал, нахуй Значит, иду, прохожу возле сегодня, ну, таких, я не знаю, ну, типа, с виду им было лет по 20, что ли Вот, и идут там, ну, компания, девчонки и мальчики Вот, и я иду вместе с Соней, а Соня знает, если я начинаю хуйню нести, она мне начинает подыгрывать Вот, и я прохожу возле этих, типа, пацанов каких-то И говорю, Соня, я максимальный не гей Я настолько не гей, то что даже ни разу не сосал член Вот, и Соня такая говорит, да шо ты мне пиздишь, блядь Я говорю, ладно, я ни разу не ебался в жопу Она говорит, а Игорь, а Игорь, это что было с Игорем? Вот, и в итоге дальше идем, развиваем Я специально громко говорю, блядь В итоге эти парни перегоняют, вот так вот меня смотрят Я думаю, нихуя пранк сработал Они говорят, Кирилл, привет, пятерка, ты? Думаю, ебаный рот, блядь Короче, никогда в жизни я нахуй больше вот этими пранками, блядь, заниматься не буду Я, блядь, я не нашел ничего лучше, чем сказать им Ну, пацаны, ну вы же знаете, что я не гей, я не такие Да, да, мини-мега кринж произошел, блядь, какая-то хуйня сегодня Че за хуйня, нахуй Че за хуйня, это пиздеж какой-то, не было такого Блядь, че за ебаниной Сейчас начинается кринж, блядь Йоу, пацаны Звезда, стримы не твоё, тебе надо просто, ну, проходить Майнкрафт И всё Просто проходи Майнкрафт, блядь, играй в Майнкрафт И потом пошел играть в GTA Бородор взял машину в каршеринг Вот так вот мы останавливались на дороге Я залезал на капот и включал анимацию «Виться в конвульсиях» И я вот так вот на компоте у Бородора лежал Мы вызывали ментов Для того, чтобы менты приехали Я бы говорил, меня сбили, меня сбили Вот, в итоге менты не приехали И эти, медики не приехали Мы подъехали прямо к медцентру И прямо перед ним, вот так вот я лежу Всё равно медики не выходят Короче, мы заходим в этот медцентр Я в трусах захожу Ну, потому что по кайфу я раздел свой персонаж Захожу в трусах Мне подходят какие-то челы в масках Говорят, купи себе одежду, ты попуск, ты лох ёбаный И я думаю, ебать, сынок, ты про кого говоришь, блять Я за то, что здесь играю, мне дают деньги, нахуй Это ты там иди, проёбывай своё время Лошня ёбаная, фарми свои квесты, блять Он говорит, я тебе сейчас пиджак подарю, блять На, подавись Кидает пиджак Ну, я такой, ну, я-то пиджак поднял Там такой охуенный красный пиджак Вот, но знал бы он, что у меня 3 миллиона долларов на счету И я, блять, могу 3 миллиона таких пиджаков себе купить, блять Он не знал, я его наебал, блять В итоге, кто доминатор? Я, блять В какой-то момент, вот мы играем, просто прикалываемся Орём там на людей, у нас разборки Бородор вот так стоит в больнице Рядом со мной, у меня с челом разборки Я поднимаю, блять, этот пиджак Бородор такой берёт, говорит О, ммм Вот, блять, я думаю Ебать, он просто начинает говорить О, ммм Я думаю, ебать, ты чё наделал нахуй Ты чё наделал нахуй Мы выходим В итоге едем, едем Я пытаюсь говорить войсчат У меня войсчат забанен Мне написано Вам забанен войсчат Я пишу модераторам, типа Создаю тикет Я пишу Здравствуйте Я снимаю у вас ролик Я, ну, меня наняли у вас там на сервере Все дела Какого хрена вы мне забанили войсчат и всё такое Ну вот Они говорят Попросите своего друга больше такие слова не говорить Я говорю, хорошо Я говорю, Бородор, проверь, тебя забанили? Потому что это из-за тебя Он говорит, нет, меня не забанили В итоге забанили мне голосовой чат Но в итоге мы всё разобрались там реально И, значит, просто катаемся по городу, рофлим И там можно объявление подавать Это такая охуенная тема На сервере есть объявление И там можно нажать, типа, сразу к тому Кто подал это объявление Сразу этому человеку позвонить И мы звонили по каждому объявлению Вообще по каждому И там был чел, он говорит Приму к себе сожителей Чистоплотных сожителей К себе приму За доплату Ну, типа, он купил квартиру Но он один её, видимо, не потянет И берёт сожителей Я ему говорю Алло, там, привет Сейчас мы подъедем с моим другом Бородором Всё нормально Вот Берём к нему, подъезжаем Но мы заранее заехали в магазин И купили по пять бутылок пива Мы перед въездом Ну, к этому челу Выпиваем пиво Вот так вот, блядь, к нему Подходим Начинаем разговаривать Типа, как пьяные Вот, в итоге он нам Ну, за три тысячи баксов Даёт квартиру Вся хуйня Мы всё, ну, там, поруфлили Нормально Кучерява Дальше едем-едем Видим объявление Написано Клуб такой-то, такой-то Приглашает к себе Чтобы вы понимали Это три утра или четыре утра уже Клуб такой-то, такой-то Приглашает к себе Погостить людей Все дела Я звоню владельцу клуба Говорю Алло, здравствуйте Чё у вас там за клуб? Мы сейчас подъедем Подготовьте мальчиков Мы хотим с мальчиками потусить Вот Он говорит Всё нормально Да Мы заедем, короче, в СМИ И подадим ещё одно объявление О том, что мы ждём Сексуальных мальчиков В наш клуб Всё отлично Вот Я говорю Дайте адрес, пожалуйста Он мне даёт адрес Мы подъезжаем Тот же самый клуб В котором мы были Я говорю Чё-то ты знакомый Он говорит А, Ганнибал, это ты Я тот клоун Я Боб Я думаю Ебать, чё нахуй Вот Этот Боб Тут, блядь, до четырёх утра сидел Играл, блядь, с нами Вот Ну, чисто совпало Потом, оказывается Дальше чё совпало Я говорю Слушай, я купил квартиру У человека В ней нет гаража Я не могу взять свою машину Которую я в рулетке выбил Он говорит А, а как зовут там вообще Твоего вот этого Того, кто тебе эту квартиру продал Я говорю Ну, так-то, так-то Он говорит Так это владелец СМИ Мы приезжаем к владельцу СМИ, блядь Стоит в АФК, чел Мы к нему подходим Говорим Ты офисный клерк Ёбаный Сделай мне Ну, короче, мы его Прям хуями кроем Жёстко Рофли над ним Вот И в итоге он стоит в АФК И И какая-то, блядь Хуйня происходит Потом что-то админ пришёл Мы Админа обосрали Потом оказалось, что это админ Потом мы пошли В стендап-клуб И начали там шутки читать Осудительные Он мне говорит Купи этот стендап-клуб себе А он там через дорогу От его клуба находится И там реально, типа, микрофон Там есть сидушечки И дело в том, что там могут подписчики Собираться и типа В стендап-клубе Типа шутить охуенно И я подумал, что это Ну, топовая тема Но я пока не покупал Потому что, ну, может быть Разработчики этого сервера Не хотели бы Чтоб я бы покупал Потому что они там мне денег Выдали И всё нормально В смысле я фуга ТВ Я пятёрка Блядь Это пиздец То есть я ПЯТКА, блядь Не, ну это не самый плохой результат Наверное, не? Это самый лучший результат Блядь, ну я молился Главное, чтобы братишки не выпало Да, поэтому нормально Я пошёл вот это вот Проявлять кассету Везде ходят школьники У них эти ебучие ленточки Два типа школьников я увидел Значит, первые Это радостные школьники И такие нормально Реально у них тут ленточки Второе Это грустные школьники Почему они грустные? Вот все, которые были в школьной форме Те грустные С грустным ебалом Все у которых нельзя Не надо носить форму школьную Но у них ленточка У них весёлая ебала Я вообще думаю Такое позорище У тебя выпускной, блядь Надень уже хоть какую-то одежду Ну ходят Это пиздец Я не знаю Там такие школьные формы Вот в особенности девчачьи Ну это ужас В таком нахуй ходить Я просто в ахуй Вот эти там Чё-то где-то Чёрные платьишки С белыми такими Хуйнями Ну Наверное 80 тысяч лет назад Во времена Когда Дима Скрыник Там Выпускался тоже Из третьего класса Ну наверное Тогда эта одежда Была нормальной Сейчас это полная дресня Короче ходили Доебались до меня Школьники Со мной фотографироваться Реально Вот кстати Такие тоже Вот они были без формы Я вот Значит И потом Я не знаю нахуй Это совпадение Или не совпадение После нашей первой встречи Проходит Часа 2-3 Школьник мне кричит Эу блять Пятёрка Второй раз Видимся Я думаю Чё нахуй Какой нахуй Второй раз Блять Вот Потом проходит После этого Ещё час или два Блять Эу Да думаю Чё за хуйня Блять Он говорит Третий раз Девчонки какие-то Подходят Говорят Ты чё Третий раз Сейчас видишь пятёрку сегодня Говорят Да третий раз Думают Чё за пиздец Вообще Блять Короче Сегодня меня преследовал Школьник какой-то Нахуй Вот Ну мы там зафлексили Со школьниками Правда был кринж Я там Навалил кринжа Короче Они мне говорят Ну чё Давай Свидимся ещё на районе А я такой Спасибо Вот Я не понял Зачем я сказал спасибо Было кринжово Вот Ну мне надо было Срочно идти Проявлять кассету Блять Вот И кстати Хорошо то что Вот эти вот школьники Меня остановили Потому что я бы Скорее всего Прошёл то место Где мне надо Кассету проявить Короче Если бы вы Поподсматривали Вы бы были первыми Кто увидел Меня Которому четыре годика Потому что там Этот мужик Вставлял Меня Меня жирок луни Позвал на трога На тнт Постримить Это был Прям кайфовый Стрим Чтоб вы понимали Там Нихуя Не получилось Мы два Ну ладно Там полтора часа Бегали от зомби Постоянно То сервер Вылетал То нас Убивали Но самое главное Это была Вот эта вот Атмосфера Стрима Потому что Ну это был Самый Наверное Кайфовый За последнее Вот время Стрим на тнт Потому что Мы там Рофлили Хуйню Несли Такое Это просто Пиздец Ну вам надо было Видеть Да вот чтобы Чтоб вы понимали Что опять же Официальный стрим Там тнт И мы Полную Хуйню Короче Весь стрим Я пел Дон Ягон Блять Я еще Я вот Я сказал Говорю Жирок луни Я завтра буду петь Постоянно Дон Ягон Вот постоянно Блять Потом я еще Короче Этот ошибся Суджик Зашел в дискорд Вот И говорит О я на Т онлайн Блять И мы что то Придрались К тому что Он не тнт А т онлайн Сказал И последний Час стрима Мы просто бегали И такие Типа Т онлайн Т онлайн Т онлайн Т онлайн Я на т онлайн Вот И вот это было Все время Ну там вот эта Атмосфера Тупизны Вот если вы хотели Самый тупой стрим Увидеть Наверное вам надо было Все таки Я не знаю Сохраняться Там Эти Я еще Блять Короче Рассказываю вам историю Я не знаю Это слышат Скорее всего слышали Короче что то играем Он позвал меня Позвал меня Жираклуни И еще Евгеху И Евгеха играет И говорит Жираклуни А можно на тнт Говорить слово Кунилингус И Жираклуни Такой говорит Нет нельзя Он говорит А ладно Тогда не буду И сегодня Я просто Блять Спамил Постоянно Нахуй Я говорю Жираклуни А можно Говорить Кунилингус Он говорит Сегодня можно Я говорю, а можно говорить анал? Он говорит, да, сегодня можно. Ну, и самое главное, есть одна запретка, которую реально нельзя говорить. Вот. Ну, это как бы я так хотел вкинуть, но я понял то, что это пиздец вообще будет. Это уже будет перепор. Вот. Вы можете, ну, ну да, есть догадки в чате, какие нельзя, блядь, какое слово нельзя говорить. Это типа стопроцентная запретка. Я ее чуть не обронил, нахуй. Но дело в том, что на предыдущем стриме с Евгехой Евгеха, блядь, эту запретку сказал вообще на похуя. Вот. Ну, и вы можете самое главное, когда я хуйню несу, иногда смотрите на реакции Жираколуни, потому что Жираколуни просто вот так вот из камеры выходил, нахуй. Вот. Ну, блядь, там ебейшие были шутки. Реально топовые. Щит-щит. Внезапно достоянием общественности стало вот это ебаное видео от мастера руины, нахуй. Жек, подожди, попростить, голосовой, нахуй, секундочку. Джек Луни, мистер Джекуни, так. Жиракунтик, давай. Он будет меня потом обзывать за это. Здорово, братик, очень, по твоему возвращению, как говорится, скамейком. Ты же не пропадал, да. Паси большое, капец, же не трать деньги. У нас и так ТНТ закрывает, е-мое. Ты на что потом поедешь в Казахстан? А вы не знали, что ТНТ закрывается? Это нельзя было рассказать. Пьяные женщины начинают, они, ну, не знают то, что мы с девушками пришли. Они начинают там... Постоянно. Я пересматривал это видео пять раз. Я так кринжил, что я пересматривал это видео пять раз. Это самая тотальная руина, которую я только видел вообще в своей жизни. То есть до этого спалить там свои координаты, что еще он там делал, какой-то айпишники постоянно палил. «Это хуйня полная, блядь!» После вот этого видео это такая полная хуйня. Вот. Ну и, собственно, сегодня стрим «Жракоблуди» с того и начался. Он уже все, блядь, просто выложил. Ну и мы поняли то, что ну можно что угодно делать. Можно делать абсолютно что угодно. И, ну, в принципе, нормально будет. И мы полную хуйню унесли. Это было так охуенно. Обычно, когда мне надо по диете жрать, я говорю, ну, типа, ребята, все, пять часов, я ухожу. То я говорю, «Жраклуни, короче, выключай мою вебку, я буду жрать прямо здесь, блядь». Ну, раньше-то НТ-стрим, я думал, пиздец. Сейчас я говорю, выключи мою вебку, сижу, чавкаю, потом «Жраклуни» в крысу, короче, включает мою вебку. Я сижу, жру, блядь. Я какой, я что-то неудачно пошутил. Он говорит, «За это я тебе вебку, короче, включаю». Я в это время сижу, блядь, вилкой кашу хаваю, прям такой, думаю, что за хуйня нахуй. Ой, сегодня был разъемик с пацан-треей. Артикса в Дискорд звали. Ну, вы представляете? То есть, НТ-НТ. Я говорю, «Давай Артикса в Дискорд, блядь!» Позвали Артикса в Дискорд. Тоже охуенно было. С Артиксом там побеседовали. Правда, «Жраклуни» не выдержал. «Жраклуни» его кикнул два раза из Дискорда. Ой, блядь. Было охуенно. Рассказываю вам про Артикса. Мне кажется, короче, он мне скинул какой-то, блядь, вирус. Вот я хочу разоблачение на Артикса сделать. Реально, мне кажется, он мне вирусню какую-то подкинул. Это хуйня полная. Мне кажется, он смотрит мой экран, потому что как только я куда-то пишу, он в ту же секунду отвечает «Да, босс!» Вот, блядь, в конфу модераторов, в конфу Евротрака, Отца Сити, еще кое-какая конфа там одноглазая. Блядь, только я... Вот, блядь, секунда проходит, секунда, блядь, он уже говорит «Да, босс!» Я, ну, других причин, ну, понимаете, ладно бы у него там оповещения были, но иногда бы он мог бы пропускать сообщения. А он как будто смотрит мой экран в процессе, когда я пишу там сообщения. И в этот момент, блядь, пишет «Да, босс!» Сейчас. Блядь, у меня Майнкрафт свернут был минимум час. Я вам серьезно говорю, вот на ТНТ стрим закончился, я свернул Майнкрафт и все. Что за прикол, блядь? Вы серьезно? То есть вам настолько нечего делать? Вы сколько здесь стояли? Много. Ну ладно. А, часа два. Ну ладно тогда. Начался кринж в банке. Значит, ну я сначала разогрев проведу, а потом уже мейн-ивент в банке расскажу. Я подхожу, там мама сидит, там что-то кассирша ей пробивает этот QR-код ебаный. Вот. И мамочка говорит «Ой, сынок пришел ко мне!» Говорит, «Да, давай, там заплати уже, пойдем отсюда нахуй». Вот она говорит «Сынок, я тебя так люблю, если я тебя долго не вижу, то меня все начинает трясти». В этот момент кассирша пытается этот QR-код отсканировать, и у нее не сканируется. Она такая «Блядь, за хуйня съебите уже отсюда!» Вот. Ну и короче, вот эта мама навалила кринжа, теперь рассказываю самый кринж, значит. У мамы там сумочки, куча документов. А, чтобы вы понимали, моя мама в банк же собралась. Вот, вы видели, я этот у меня золотой браслет в телеграме, блядь, это я с мамы снял. Короче, мама, когда идет в банк, я не знаю зачем, она обвешивается золотом, у нее там золотая змея нахуй на руке, ну я с мамочки снял на себя, натянул, как бы, чтобы нормально было, да? Вот, у нее там сережки, на каждом пальце по кольцу, короче, и мама приходит в банк платить за газ, блядь, вот такая пришла, чисто, за газа платить. Вот, ну короче, самый кринж, но это реально стендап программа, нахуй. короче, мама что-то лазит в сумки, ищет документы и находит, ну прям жестко смятую бумажку, жестко смятую, прям достает вот так вот и говорит, это я всегда с собой ношу, это моя мамочка, мне молитву написала, я ношу ее с собой и читаю. И говорю, ну, типа, мама, охуенно, я рад очень. А она говорит, кстати, выкопали, прикинь, вот, ну просто, нет, ну она такая, с боком, кстати, выкопали, представляешь? Я думаю, ебаный насрал, за что бабушку, блядь, выкопали, блядь, что за хуйня, блядь, за что, блядь? Вот, она говорит, а, да нет, я елку посадила под домом, а ее выкопали и спиздили. Как у нее вот эта молитва от бабушки перешла в то, что выкопали елку, во-первых, а во-вторых, фраза, кстати, вот после того, как молитва от бабушки, кстати, выкопали, представляешь? Я просто охуел, я думаю, блядь, в банке стою, бабушку выкопали, нахуя бабушку выкопали, блядь? Короче, какой-то уебок, но прикиньте, но это реально полный пиздец. Моя мама сейчас стала жестким патриотом Ростова, я, кстати, такое очень уважаю, вот именно, ну вот мамину позицию, я бы так тоже, я начинаю себя тоже так перевоспитывать, я хочу, допустим, покупать одежду у ростовских или российских дизайнеров, возможно, это может быть дороже, возможно, это будет дешевле, но и качество похуже, но при этом я малый бизнес буду поддерживать в России, в особенности Ростовский, потому что это вот мой любимый город. И мама тоже говорит, сынок, я этот город очень люблю, короче, я возле дома, там есть какая-то клумба, я купила за свои там деньги цветы всякие, я купила елочку и посадила. Я думаю, нихуя у меня мама какая охуенная, у меня еще мама, оказывается, блять, какую-то медаль за марафон получила, вот Мелшер бегал, оказывается, моя мама где-то там с Мелшером бегала марафон, ну вот, мама какую-то медаль получила, я просто охуел, у моей мамы гениальная идея, она говорит, сынок, вот мне 50 лет, я получила медаль, я буду бегать до 90, все моего возраста умрут, и тогда я буду, и я в 90 лет даже получу медаль, просто понимаете, она не будет тренироваться до 90 лет, она будет бегать до 90 лет, чтобы все умерли, и тогда ей только медаль дадут, мне кажется, у меня мама гений реально, вот, это реально, ну, гениальная хуйня, ну и короче, спиздили у мамы, блять, под домом, ёлку, блять, какой-то уёбок, видимо, ночью пришёл, выкопал ёлку, но это пиздец, блять, и я просто в ахуй, наверное, посадил к себе, это, ну, я не знаю, каким надо быть уебаном, чтобы спиздить ёлку, блять, из-под дома, из клумбы, блять, из-под дома спить, но это пиздец, блять, если это Брисом, то, нахуй, всё, носитель корон, блять, возвращай ёлку, чё за хуйня, потом показал маме видео, вот, видео с, как на голову лили этот азот, там всякая, мама, короче, меня чуть-чуть кринжанула, потому что я говорю, мамочка, показать тебе видео, мама говорит, да, покажи, я ей показываю видео, и мама такая, ха-ха-ха, такая очень смеётся, и говорит, покажи моей подружке, я такая, нахуй твоей подружке это видео, блять, подошёл к подружке, показал ей видео, она такая, ммм, очень интересное видео, блять, Классное какое видео, что это ошибки задаст, еби нахуй, все нормально там. Ну и все, короче, вот такие вот у меня ебические, неебические истории. Я решил, у меня в туалете стояла Яндекс.Станция, короче, самая старая, которая у меня в комнате стояла. Я ее поставил в туалет для того, чтобы когда я сру и у меня гости, я включал бы Моргенштерна. И чтобы они, ну, гости не слышали, как я жестко пиржу, в особенности, когда у меня попка лысая, когда бритая, вот как сейчас. Вот, у меня прям, ну, прям жестко, громко пукаю. Хуйня не сработала, потому что туалет и домашний кинотеатр, они близко находятся. И когда я говорю, включи проектор, в туалете говорят, а я не могу включить проектор в туалете, нахуй. Потому что лучше слышать та, которая в туалете, прикиньте, чем та, которая в спальне. Что-то хуйня какая-то происходит. Вот, ну, я ее решил маме подарить. Прихожу к мамочке, а у меня там этот Яндекс Плюс подписка, типа, какая-то самая ебейшая, что можно еще три члена семьи добавить в эту подписку. То есть, мамочка не будет платить, все заебумбик будет у мамы. Вот, захожу к маме, там говорю, мамочка, привет. Она говорит, вот тебе там заплатить надо за газ, вся хуйня. Вот, мамочка, здорово, привет, как дела вообще? Сейчас я тебе подключу Яндекс станцию. Я ей подключаю, все дела. Вот, она такая, нихуя себе, я теперь цивилизованная. Говорит, сынок, я в Телеграме зарегистрировалась. Вот, я такой, нихуя себе, мама. Она говорит, ладно, я тебя обманула, меня мой друг зарегистрировал, я бы сама не додумалась. Я говорю, все равно, мое уважение, ничего себе, мама Телеграмом пользуется, ну, это уже, как бы, все это, ну, охуенно. Как бы, там нормально, мама сидит там на гидре, вот, че, блядь, это, ну, какие-то свои тренинги там покупает, там, все такое, там, короче, ну, нормально. Вот, я подключаю мамочке, говорю, мама, можно, короче, будильник ставить. Говорю, давай она сейчас твой голос запомнит. А, дрейк, ёбаный. Короче, дальше мамочка начала, ну, как прогрессивный пользователь, она сказала, включи музыку для моего сынка, она сказала, вот. А там включилась музыка, сынок мой, сынок, защищает родину со стволом, или че-то такая хуйня начала играть. Я такой сижу, думаю, блядь, говорю, сейчас Пиглинов хочешь поставлю. Она такая, вот, давай Пиглинов, ну, короче, поставил ей Пиглинов, ей просто очень нравится Пиглины трек. Вот, потому что та, которая на фите, девушка Пиглинов, моя мама, это крестная вот этой девушки. Вот, ну, и все, короче, Пиглинов послушали, я ей сказал, слушай, ты там, мам, ты можешь засеять сколько тебе... А, блядь, это тоже такой пиздец. Мама берет, готовит яичницу, вот, разбивает яйца. Я говорю, давай засечем сколько тебе надо пожарить яйца. Она говорит, мне не надо. Я говорю, мам, мне надо тебе продемонстрировать, как Яндекс.Станция работает, просто я тебе должен объяснить. Она говорит, мне это не надо. Я говорю, я тебе просто объясню. Она говорит, а, ну, давай. Я говорю, хорошо, сколько должны яйца жариться? Она говорит, так они уже пожарились. И реально, они уже пожарились. Пока мы спорили, пока мы спорили, уже яйца пожарились, блядь. Вот, ну, короче, я ей просто сказал, засеки минуту. Вот, я засек минуту, и потом говорю, мам, можно звонить на нее, как на телефон домашний. Вот, она говорит, как это? Я говорю, сейчас я возьму, уйду в другую комнату и позвоню. Вот, я начинаю звонить. Я говорю, мам, скажи ответить. Она говорит, ответь. И в это время эта минута прошла. Я что-то говорю, говорю, алло, мам, алло, мам. И в это же время будильник работает, типа таймер-минута. Мама говорит, я не понимаю, ты что-то говоришь, но она говорит что-то, я не понимаю. Короче, ладно, я ей все объяснил. Вот, в итоге, когда я уехал, моя мамочка мне скинула примерно 20 тысяч смайликов. Вот, сейчас я вам скажу. Мамочка очень довольна. Мама сказала, благодарю. Я теперь могу слушать любимую музыку. Ты наполнил мою квартиру музыкой. Потом танец. Потом вот такой танец. Потом вот такой танец. Потом опять вот такой. Еще раз 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 вот такой. Потом сердечко. Потом лайк. 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 Глаза с сердечками. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. глаза сердечками глаза сердечками глаза сердечками и еще раз глаза сердечками вот это то есть меня мамочка вот настолько любит вот все теперь у мамочки теперь музыка там есть все такое короче я очень рад у мамочки у меня теперь все хорошо реально все нормально все там чики бомба лейла и все по красоте реально вот вот такие вот у нас топовые сегодня ебейшие истории произошли извините я за водой я хочу пить сейчас прошу прощения